Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей. В общем-то, уважаемые зрительницы моего канала просили видео про женский оргазм. Но что же вы хотели женский оргазм? Вот вам женский оргазм. Дорогие друзья, в общем, объясню, как это происходит, как это вижу я. Давайте не будем с вами рассуждать на тему оргазмов типа анальных, вагинальных, клиторальных, губчатых и матерчатых. Если серьезно, то мы не будем фантазировать на тему количества оргазмов. Не будем затрагивать просто эту тему. Вига-оргазма это, наверное, вообще отдельная тема. А сейчас поговорим просто в общем. В общем, в чем суть? Женский оргазм – это голова. В общем, вообще в норме оргазм и секс – это голова, как правило. И если не в норме, то мы уже там будем других видео обсуждать, как это бывает не в норме. Нарушения гормональные какие-нибудь. Все, убрали гормональные нарушения, их не рассматриваем. Значит, что тут может быть? Тут может быть все вот эти вот вещи, какой-то сексологии, порядка какой-то девушке нужна атмосфера в квартире, там еще что-то. И все это будет запускать ваш естественный окситоцин в работу. О окситоцине я уже снимал видео. Посмотрите. Есть другой путь. Есть дело в том, что очень часто вот этот психологический путь из внешнего, из окружающего нас очень сильно заблокирован. Какой-то, не знаю, табуированностью может быть восприятие секса и прочее. И не может женщина перешагнуть этот барьер. То есть не может там оргазмировать она никак начать. И тогда, особенно на Западе, очень часто применяют окситоцин. В виде даже геля. И об этом тоже я говорил в своем видео, об окситоцине. И чаще он применяется в назальной форме. Вот. Значит, у нас эта практика не распространена в России. Также, соответственно, иногда в некоторых случаях действительно помогают вот эти вот пресловутые, как бы, да, не казалось банальным мой ответ. Это все всякие разные там виды массажа вагинального. По-разному он как-то по-восточному может называться. Но суть будет одна. Это действительно может работать. Просто при таких, при таком массаже сильно стимулируется кровонаполнение, стенок, лагающие, клиторы и так далее. И, соответственно, все это может помогать женщине, девушке оргазмировать, да. Значит, можно сочетать и какое-то лечение у эндокринолога, да. Если он там назначит какие-то препараты или там гинеколога и, соответственно, попросить партнера, если партнер сможет выучить, да. Есть там видео полно в интернетах обучающих. Просто нужно выучить и очень нежно это сделать. И, соответственно, в чем суть? Если девушка один раз, второй раз, а другу там испытала оргазм, ей с каждым разом, соответственно, нервная система тренируется, можно сказать, запоминается процесс, ей будет с каждым разом проще оргазмировать. Поэтому чем чаще вы оргазмируете, тем проще вам оргазмировать. То есть, такой замкнутый круг. Чем больше здесь, тем лучше. Поэтому, чтобы оргазмировать, нужно начать оргазмировать. Замкнутый круг нужно разрывать. Поэтому, собственно говоря, иногда и разовые, какие-то небольшие дозы окситоцина на Западе используются с этой целью. Никто на нем там годами не сидит, не высиживает. Вот, в общем, в чем суть. И можно, конечно, применять там, типа, походы к психологу, лечиться у психолога, психотерапию. Можно использовать с сексологом разные советы. Единственное, в походе за оргазмом главное не нажить себе какую-либо сексуальную девиацию, да, когда вы, привязываясь к какому-то ритуалу, ну, к примеру, там, к занятию жесткого ПДСМ, что вас нужно связать и ногами отпинать, да, иначе вы не соргазмируете. Вот. И, соответственно, таких ритуалов, чтобы, ну, все-таки здорово, если их не будет, и вы будете оргазмировать от, ну, более классических, так скажем, воздействий. Ну, просто с точки зрения того, что, ну, пинать ногами не очень полезно для здоровья, да. Вот. Значит, дорогие друзья, вот как-то так. Если появятся вопросы, жду вас на своих консультациях онлайн. Ну, конечно же, пишите мне в комментарии что-то, да. И спасибо вам за то, что вы подписались на мой канал. Я уверен, вы найдете меня в Инстаграме. Я буду там всем бесконечно очень рад. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!